Ну что ж, московский «Спартак» сегодня разочаровал и расстроил многих отечественных поклонников футбола. И многие сегодня ложатся спать с плохим настроением. Но все-таки у нас есть и определенный повод для позитива. Александр Головин, который в рамках игры между Монако и «Спартой» забил первый свой гол в нынешнем сезоне. И таким образом помог своей команде добиться победы в рамках квалификации Лиги Чемпионов. Монако выиграл 3-1, прошел дальше, ну а Головин таким образом продолжает зажигать в Лиге Чемпионов в прошлом матче голевая передача, ну а в этом забитый мяч. С вами снова Константин Калуцкий и я предлагаю изучить мнение фанатов Монако касательно игры Головина в матче против «Спарты». Давайте разберемся и узнаем, что они пишут в интернете, каково их отношение к Головину, к его забитому мячу и так далее. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ornivu написал «Выкусите, хейтеры! Головин красавчик!» Ну, к сожалению, сейчас многие фанаты Монако, скажем так, скептически настроены по отношению к Головину и часто его критикуют. Вот, пожалуйста, ответка хейтерам полетела. Один написал «Молодец, Головин! Кейджи Би 972! Сегодня Головин был больше заметен, чем в предыдущей игре, и это хороший знак». Ну, я немножко не понимаю, что подразумевается под предыдущей игрой. Это имеется в виду матч чемпионата Франции, но так Головина там выпустили только на замену. У него было не так много времени, чтобы себя проявить. А если имеется в виду предыдущая игра Лиги Чемпионов, первый матч против Спарты, но там, простите, Головин голевую передачу отдал и, в принципе, был одним из самых полезных футболистов в составе Монако. Поэтому странное мнение, если честно. Фрейс 2 написал «Головин едва ли не единственный игрок у нас в составе, который способен отдавать по-настоящему классные передачи. Ну, может быть, за исключением Фабрегаса». Ну, хочется, на самом деле, посмотреть на связку Фабрегаса и Головина. Они, в принципе, неплохо взаимодействовали в тех редких случаях, когда оба были живы и здоровы. Потому что и у Фабрегаса постоянно травмы, и у Головина, а так-то я считаю, они были бы отличной связкой. Фишл написал «Как по мне, то в этой игре мы слишком сильно полагались на Головина». Интересно. А то, что Головин отдал голевую передачу в прошлой встрече Лиги Чемпионов здесь, гол забил, это не показатель того, что футболист действительно толковый и приносит много пользы, и ему стоит доверять, и на него стоит полагаться. Ну, вот даже в этой встрече, когда Головин забил, даже здесь начинают фанаты Монако его как-то критиковать или, там, сомневаться в нем. Уан Моа написал «Ставлю Головину за этот матч 7,5». Ну, наверное, по десятибальной шкале. Надеюсь бы, что это по десятибальной шкале, а не какой-нибудь стобальный. Он забил красивый гол, отыграл чисто в техническом плане и помогал в защите. Он провел непотрясающий, но очень хороший матч. Кураньи написал «Надеюсь, он ничего не сломал в том эпизоде, когда забил мяч. Чёртова Спарта! Играть в футбол не умеет, зато умеет ломать наших футболистов». Ну, дело в том, что Головин получил повреждение в эпизоде с забитым мячом, и мы, конечно, надеемся, что никаких серьезных травм там нету, потому что Головин и так слишком часто оказывается в лазарете. Не хватало еще очередного повреждения. Сильвагол написал «Да, очень хочется верить, что там не было ничего серьезного. Очень хочется в это верить». Ну и мы тоже будем на это надеяться, потому что Головин хорошо начал сезон, и вот сейчас травму получить, но ничего хуже даже придумать нельзя. Joker 25A. Показалось, что Головин немножко замедлял игру, особенно в первом тайме. Однако во второй половине он смотрелся уже более-менее солидно. Замечательное мнение, учитывая то, что Головин отдал несколько обостряющих передач на Фолланда, который вышел практически один на один. Он великолепно некоторые стандарты подавал Головин, но, оказывается, он еще и игру тормозил. Вот все время, даже в удачных матчах, фанаты Монако все время к чему-то цепляются касательно Головина. Лето. Матч мне очень понравился. Головин здорово смотрелся в роли распределителя мяча. 19-94. Головин и Диоп — это наши лидеры. Ну, в общем-то, в прошлом сезоне они неплохо взаимодействовали, как атакующая связка. Биби 15-26. Головин показал сегодня хороший уровень, был лучшим в ответной встрече, как мне показалось. Терпек написал, Головин и Кайо отыграли великолепно. Ну и Дексер. Наконец-то Головин продемонстрировал класс. Но сколько таких матчей в процентном соотношении ему удается? У него очень редко получаются хорошие игры, плюс он часто травмируется. Ну, насчет травм не поспоришь, а насчет нестабильности Головина, что у него есть сильные матчи и слабые, ну так это у всех футболистов бывает. Даже Лионель Месси, бывает, проводит слабые встречи. Поэтому странно, что от Головина требуют, чтобы он в каждой встрече там отдавал голевую передачу, забивал по пять мячей и так далее. Ну, наивные какие-то фанаты Монако, они, видимо, считают, что они купили Лионеля Месси под видом Александра Головина, и он должен выдавать концерт в каждом матче. Но такого, конечно же, не будет. Такого вообще не бывает. Фанаты Монако ждут чего-то несбыточного. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.